Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И сегодня у нас член правления общества Золитуды 2111, Алена Бурова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь и потерпевшей, потому что вы потеряли. У меня два статуса – потерпевшая и пострадавшая. Сегодня я добавлю, что у нас на две части разделен эфир. В первой части мы поговорим с Аленой, и во второй части мы продолжим говорить, конечно, о трагедии в Золитуду, но будем говорить о том, что поменялось именно с этого момента, о каких-то технических вещах, о наших эмоциях, насколько мы там забывается, не забывается. Но в первой части Алена Бурова-Желудкова у нас, и говорить мы сегодня вообще хотели изначально. Наша задумка была узнать. Вот шесть лет прошло, суд приостановился сейчас, и были пикеты. Но хотелось бы узнать, и, возможно, да, в первое время все говорили о том, что с детьми, что с людьми, которые, ну, остались одни или потеряли родителей. Там были дети, кто потерял обоих родителей. Но сейчас, вот по прошествии шести лет, нам захотелось чуть-чуть узнать, как сложились судьбы этих детей, которые уже кто-то уже не дети, кто-то, наоборот, с младенчества вступает только вот в эту осознанную жизнь. Ну, хочется узнать, как их судьба складывается. Поэтому сегодня, наверное, об этом больше будем говорить. Вы сама мама детей, которые потеряли одного родителя в этой трагедии. Может быть, тогда чуть-чуть с вас начнем, как вы справлялись с этим, потому что у вас двойной дар в этом плане. Ну, двойной, да. Но у моего мужа еще была от первого брака дочка, да. Вот, слава богу, что все хорошо с ними, да. Вот старшая вот его дочка, она учится, работает, красавица, да. Гордость папы. Сын тоже работает, учится, да. Тоже гордость папы. Ну, а младшая, конечно, наша, ходит в школу. Вот, там на нее смотришь, это вообще копия папы и по характеру, и внешние данные, да. То есть, как сказать, у меня нету мужа, ну, как забрали мужа, да. Но вот в детях я вот его частицу, ну, вот она все равно жива. Потому что я, у меня до сих пор за 6 лет, я все равно в толпе ищу его, да. Мне его не хватает, с этим уже ничего не сделаешь. И вот, ну, смотря на детей, я вот, он живой. Вы бодритесь? Да, я стараюсь бодриться, потому что надо жить дальше, жить ради детей, да. И первое время мне было очень тяжело, и я не скрывала, да. Было у меня такое состояние, что доходило, что мне просто был момент, когда я стояла на бордюре балкона на 9 этаже и хотела скинуться, потому что было состояние жуткое, да. Но благодаря своим детям, которые меня остановили, я тогда поняла, что, ну, есть ради чего жить, да, и для кого жить. Ну, вы стали такой, можно сказать, мамой для вот всех потерпевших. Это общество, я так понимаю, что это такая тоже отдушина и для детей, что вы следите. У них есть такое чувство крыла, наверное, которые, ну, вот все-таки им не помогли. То, что неразрозненно люди как-то, каждый борется со своей бедой. Да, ну, слава богу, у нас там, у некоторых уже сложились тоже и семьи уже, да. Понятно, что возраст такой, когда вот муж мой погиб, там, у кого-то жена там погибла, да. Ну, как бы, ну, не шестьдесят, не семьдесят, да, уже сидишь и просто в этом черном платочке, да, ждешь, когда твое придет, да, все-таки как-то молодые, жить надо дальше, детей поднимать надо дальше. У кого-то семья уже создалась, да. Кто-то у нас уже вырос, вот, у которого мальчика двое родителей погибли. Вот, уже такой стал дядя, такой, смотришь, да, я когда на него смотрю, уже смотрю снизу вверх, такой уже высокий, такой красивый, да, вот у него тоже там девушка, он живет с девушкой, тоже там занимается своими делами, общение с моим сыном у него идет, да. Вот у подруги, вот, которая погибла, да, вот тоже была дочка и две дочери, которые были, жили с ней вместе, официально они не были удочерены, да, но так получилось, что вот они жили. Да, вот одна у нас уехала в Англию жить, да, там же замуж вышла, уже и ребенок есть, да. Вторая вот только сейчас 18 лет исполнилась, подругиной дочке, да, вот родной. Тоже девочка уже большая, красивая, закончила учебу, она занимается танцами, да, она сейчас преподает малышам, маленьким, вот, тоже семья у нее, то есть, ну, вот как-то так. 23 ребенка всего потеряли родителей, вот один молодой человек уже, который потерял обоих родителей из них, и вот тогда была помощь, и сконцентрировано было на них очень много, и психологи, и просто люди, жители, там, я помню, в нашем эфире звонили, спрашивали, как помочь, чем помочь, были готовы, там, ну, всю помощь оказывать. В какой-то момент вы почувствовали, что ослабевает вот эта, может быть, поддержка какая-то, или у вас нет претензий, в общем-то, там, к финансовой поддержке, которая изначально была обещана, там, той же Максима, например? Ну, насчет поддержки, я не буду оправдывать никакого Максима, да, Максима виновата в этой трагедии, которая произошла, да, здесь я даже, несмотря на то, что были выплаты и детям, и семьям, да, для меня они все равно остаются виноваты, как бы там ни было, да, и понятно, что суд будет все равно над ними, и тут они, ну, так вот некоторые думают, да, нам заплатили все, Максиму там, она нас купила, мы больше претензий не имеем, да, претензии все равно остаются, да, но уже немножко по-другому, просто по-другому закону там идет, как такова Максима, она виновата только в том, что она не вывела людей, это мое мнение, да, прокуратура немножко там по-другому идет, это вот у нас Шуваева, которая обвиняется, да, в неисполнении безопасности труда, да, Максима она тоже снимала это помещение, как, да, и понятно, что, да, мы снимаем, мы же не ходим, не смотрим, где какие балки, да, и все остальное, так же, как вот здесь, вы же тоже не знаете, что здесь происходит, да, то есть она, да, но она пошла первая, которая вот пошла конкретно, вот, на помощь детям, да, дети у нас до сих пор, которые несовершеннолетние получают деньги, да, на счета закрытые, которые потом эти деньги, ну, дети, они получат после 18 лет. То есть они сейчас ими не пользуются, это как накопительный фонд, который подостужен? У кого-то накопительный, кто-то, например, я, например, пользуюсь, потому что у меня дочери нужны репетиторы, да, дочь у меня ходит в академию актерскую. То есть через опекунов можно, да, там, я понимаю. Да, разрешение у сиротского суда, да, и какую-то сумму, да, там, не всю, но сумму какую-то можно, потому что, ну, мы отчитывать, все это понятно, что надо ходить, отчитываться за эти деньги, да, ну, без поддержки тяжело одну, да, тянуть, тем более у меня там было на тот момент два ребенка, сейчас, слава богу, сын уже совершеннолетний, сам уже себя обеспечивает, да, и помогает еще и нам с сестрой, да, вот, поэтому эти деньги, конечно, они только идут вот на закрытый счет, да, и дети получают только по 18 лет, да, уже детки у нас есть, которые уже взрослые, да, уже тети, дяди, кто-то уже и мамами стал, вот, те, конечно, получили, они распорядились своими деньгами, мне понравилось, как они этими деньгами, это не было такого, что вот они пошли, где-то прогуляли, да, вот как молодежь там прокутили, проездили и все остальное, то есть распорядились очень хорошо, да, кто-то квартиру себе небольшую, там, маленькую купил в каком-то таком литовском домике, да, вот, кто-то там начал немножечко какой-то там мини-бизнес, да, ну, вот как-то вот они все-таки вкладывались, кто-то в учебу начал вкладывать по полной, да, ну, то есть вот они вот не было такого. Да, в будущем, потому что, конечно, мы там разговаривали с ними, да, и объясняли, что эти деньги лучше вложить, потому что это, ну, деньги на будущее, что вам жить надо, да, нельзя вот за один день вот взять их и прокутить. Ну, слава Богу, наверное, достучались, да, достучались, и дети у нас довольно-таки умные, и поэтому они, ну, вот, как бы распорядились правильно этими деньгами. А остальные, да, у нас еще пока несовершеннолетние учатся, да, вот у нас погиб, вот умер папа одного ребенка, да, у него погибла мама сначала, да, вот у мамы от первого брака был ребенок, и вот второй ребенок у них общий был. Не выдержал, пробовал жить, пробовал, у него ребенок аутист, пробовал жить, пробовал. Мы поддерживали, как могли, ну, вот не смог он смириться с этой вот потерей жены. Ну, вот мы перед Новым Годом, на прошлом году нашли его, сердце не выдержало, человек умер, да, ребенок остался без мамы и папы. Слава Богу, что у него был брат совершеннолетний, да, мы оформили опекунство на брата, он сейчас живет, мне там вот бабушка прислала там видео, как он там выступает в своей школе, да, вот, ну, тоже все нормально, потому что очень волновались, что как-то будет переживать, что папы нет, потому что папа все время круглосуточно был с ним, да, а тут нету. Ну, слава Богу, психологи школы, вот где аутисты учатся, да, как бы, ну, смогли помочь нам, и брат, конечно, им очень сильно занимается, и спорт, и учеба, и, ну, слава Богу, что вот. У другой семьи у нас тоже там погибла мама, папа где-то, как и у вас, большинство у женщин где-то, где-то непонятно, летчик, космонавт, да, то есть такие тоже у нас папы бывают. Дети остались с бабушкой, с дедушкой. Вот это тоже такой отдельный момент, потому что бабушки с дедушкой, мы знаем, что они, ну, и бывают уже возрастные. Их не стало. Умерла сначала бабушка, это было довольно очень тяжело детям, да, и вот в том году у нас умирает дедушка. Это был, наверное, самый тяжелый, для меня очень был тяжелый момент, потому что я с их дедушкой, он для меня стал как вот второй отец, да, потому что мы очень близкие, вот мы общались, мы и переживали, и часто встречались, да, детки эти росли. Что с детьми? Сколько лет? Мне просили не говорить, но они еще учатся, да, несовершеннолетние. Слава Богу, у них была крестная мама, чудесная крестная мама, мне она очень нравится, очень чудесная женщина, опекунство мы оформили на нее. Они живут с ней, да, она занимается, там школа, все полностью, она водит одного там к психологу, потому что если девочка, она как-то немножко по-другому воспринимает, то для мальчика, конечно, потеря мама, потом бабушки, потом дедушки была очень тяжелая, да, и, конечно, у него немножко есть такое, что он переживает, да, очень сложно ему это вот перейти, да, но вот все у них, слава Богу, там вот крестная мама настолько, я говорю, это, наверное, от Бога дано, что вот она крестная мама, она и реально мама им. Вот, и поэтому детки, все хорошо, и все у них там, вот я буквально вчера там общалась, там, ну, как бы... Насколько можно сложилось. Да, да, да. Вот вы рассказываете, ни один ребенок не остался без какого-то внимания со стороны родственников, в том числе, это или старший брат, или там грозные родители, бабушки, дедушки, ни один ребенок не остался там в детском доме или еще где-то? Нет, 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 мы бы этого ни в коем случае не допустили, потому что, во-первых, у нас есть не только дети, но как бы есть у нас... Ой... Я даже не знаю, для меня она ребенок, да, по возрасту она уже женщина, да, но не все хорошо у нее, ну, с психикой, да, то есть это уже еще при живой матери было, ну, то есть она больная женщина, да. И ведет она себя как ребенок. Но, слава Богу, что она здорова, слава Богу, что она ходит, учится у нас дополнительно, там, ну, с ней занимается, потому что я ее каждый день вижу, то есть все тоже с ней хорошо. Ну, мы ее воспринимаем как ребенок, потому что, ну, нельзя сказать, что это взрослый человек, да. Самостоятельный. Да, поэтому, ну, вот, тоже не осталось без внимания, ее никто, никакой пансионат не отдал, она живет в своей квартире, у нее на счету деньги, они зафиксированы, там никто снимать их не может, там только выделена была сумма на то, чтобы оплата коммунальных шла, да, и на то, что покушать, да. А, да, чтобы это там полностью закрыт счет, чтобы там, ну, не было ни у кого, никаких лазейок, мы это прослеживаем и смотрим, чтобы, ну, ни у кого никакие деньги не исчезли никуда. Наверное, потому что, зная наше государство и все остальное, ну... По-разному бывает. Вы сказали, что часть детей использовали, например, деньги для учебы, но когда вот случилась эта трагедия, шесть лет назад, говорили о том, что будут помогать, в том числе оплачивать учебу, если надо будет, если понадобится. Была ли помощь у тех, кто уже принял это решение и пошел получать высшее образование? На тот момент я не могу сказать, кто пожертвовал, но это были очень обеспеченные люди. На тот момент это был банк АБЛВ и фонд при этом банке был. Там была пожертвована сумма конкретно на обучение детей в высших заведениях, да, в высших заведениях или те же курсы на вождение или курсы иностранного языка. Вот, после, конечно, то, что у нас произошло с банком, немножко пошли там проблемы, но потом они возобновили, они уже по-другому называются, мне очень сложно их выговорить. Название, да, мы пытались выговорить. Этого фонда мы сейчас найдем. Сейчас найдем, да, найдем. Это Новом Рига Charitable Foundation называется сейчас. Да, такое сложное название. Но деньги остались там? Там не вся часть, потому что, как все это разрушено, какая-то часть осталась, да, и они… Сейчас была потеряна во время ликвидации. Да, и они как-то там начали, потому что не только мы, есть же там, где детки, и операции надо проводить, там, и все. И понятно, что большую часть, ну, они, ну, для деток, которая вот реально нужна, вот, и я полностью согласна, потому что тем, которым нужна операция, там, да, лечение, это, ну, в первую очередь, да, как бы, ну… Здоровье. Здоровье, да. Потому что то, что там осталась, ну, небольшая сумма, да, но она осталась, это на крайний случай, если родители совсем уже не могут там, один из родителей, там, оплатить, там, или крестный, там, или кто-то там, да, тогда вот деткам, которые вырастают, и чтобы вот пойти учиться, да, и то там такой процесс уйдет через второй фонд «Виттлс», да, вот этот все вот проходит. То есть там не очень так легко и получить еще эти деньги на обучение, да. Но есть надежда, что вся сумма будет найдена, или эти деньги уже потеряны и навсегда? Ну, я так понимаю, что, наверное, навсегда, да, потому что при разрухе АБЛВ какие-то там суммы остались, да, я не вникала в бухгалтерию их, да, но я так поняла, что там небольшая часть, и поэтому у них очень строгий идет отбор, да, кому и как выдавать, тем более они, ну, согласовывают тоже с университетами, институтами, вот со всеми этими учреждениями. Да, и вот у нас, я знаю, что у нас один ребенок он получает на обеспечение. Но это частный фонд, это не государство? Нет, это частный фонд, это пожертвование, частный фонд. У нас от государства, наше государство вообще ничего не делает. То есть на сегодняшний день? На сегодняшний день не получают ничего, кроме вот там классического потери кормильца. Да, и то, у кого какая была там наработка, да, такую вот с пенсии по потере кормильца и получают. А люди пострадавшие, скажем, ну, которые получили травмы, там… И через какое-то время, да, надо помощь медицинскую. Это же медицинская помощь требуется. Нет, такого у нас тоже нету. У нас есть, у нас есть Дума, как бы были пожертвованы деньги от народа на лечение, конкретно на лечение, при этом почему-то у нас целая эпопея идет, это все в Думе находится, да, у нас целые… Мы должны там такие отчеты делать, то есть мы все равно добились того, что мы прослеживаем, как эти деньги уходят на лечение, да, то есть люди к нам приносят чеки, люди, если вот у нас есть, которые тяжелые операции были, надо там вот какие-то определенные, да, они нам это в себя приносят. Конечно, и бухгалтерии, и бюрократии у нас просто хватает, потому что мы сбоем. Иногда некоторое лечение пробиваем, да, те же вот такие реабилитационные санатории, да, но сумма тоже заканчивается, то есть там небольшая, то есть вот то, что было пожертвовано людьми, вот этими деньгами сейчас еще мы пользуемся, и то мы уже стараемся так, чтобы всем хватило, потому что у нас есть, которые и тяжело были ранены, да, ему очень большая помощь нужна, и средней тяжести, вот, потому что даже вот честно сказать, мы, я вот, у нас, вот наше правление, которое у нас есть, да, я даже не могу, у нас никто даже в санаторий еще не ездил, я лично не ездила ни разу, я ни разу не воспользовалась этими деньгами, потому что у меня в моем приоритете, я, наверное, отдам эти деньги лучше тем, которым вот реально нужна, вот, потому что у нас есть тяжелые, которые вот, ну, нужна эта помощь. Государство ничего, у нас все помогает народу. То есть получается, что государство вместо того, чтобы, ну, вот, помогать, приходится выбивать буквально из него, да. Нам приходится выбивать, нам приходится скандалиться, нам приходится добиваться, то есть мы еще проходим круг ада, когда нам люди приносят чеки, они хотели, чтобы люди напрямую, и мы когда подумали, что это будет психологически конкретно, вот, давление на людей, да, а люди, и так им тяжело, да, с этими тяжелыми травмами и все, еще когда вот там будут вот такие вот сидят тети, которые из себя строят богов, да, и они начнут давить, ну, понятно, что мы взяли вот на себя эту обязанность, и теперь мы ходим туда, да, они начинают нас давить, мы начинаем их давить, да, и вот это вот происходит вот борьба за эти чеки, чтобы выбить вот эти деньги на лечение людям. То есть это ненормально. То есть мы ходим все время с протянутой рукой. Еще надо доказать, что это операция, да, 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 еще надо доказать, и вот это все, это вообще какой-то, ну, маразм. Ну, зато на реабилитацию украинским морякам. Да, зато на реабилитацию украинским морякам. А то, что у нас люди, извините, получили травмы, и нужна реабилитация, лечение, да, у нас есть там женщина, которая получила очень тяжелые травмы, именно лицевой части лица, да, она очень тяжелая, ей нужно куча-куча, чтобы восстановить это лицо. Ничего. Психологи, дети, мы знаем, что, ну, возвращаясь к детям, что, да и взрослые, наверное, тоже в какой-то момент переживается эта трагедия, ну, переживается здесь, наверное, неправильное слово, но как-то справляются люди, принимают эту потерю, но через какое-то время опять эти раны могут начать кровоточить, и особенно дети, когда там у них свои дети появляются, они, ну, то есть ты никогда не знаешь, когда эта проблема и когда эта травма аукнется, и, возможно, там три года назад никому там из детей или из взрослых психолог не нужен был, а сейчас кто-то там по достижению какого-то уже взрослого возраста понимает, что у него проблемы, которые связаны именно с вот этим. Этот ребёнок, уже не ребёнок, человек может получить какую-то помощь, не доказывая, что он её достойный? Нет, это опять, значит, если он идёт к психологу, это ему надо будет брать чек опять от психолога, потому что психолог бесплатно не будет заниматься, это тоже платно, да, и опять приносить нам, и мы опять идём, и опять идёт борьба, почему этому ребёнку, вот, или уже совершеннолетнему ребёнку нужна помощь. То есть это у нас постоянно, у нас 6 лет идёт просто борьба. И честно сказать, ну, у меня бывает такое состояние, что грех на душу не хочу брать, но у меня бывает состояние взять, блин, и нафиг, блин, всё это пострелять, потому что, ну, это уже никуда не годится. Это реально уже никуда не годится. Вы сейчас видите реакцию, почему мы тоже сегодня говорим, может быть, там кого-то, кто-то будет возмущён, что мы так и про деньги, и какие-то такие вещи, но мне кажется, это очень важно, чтобы не забывалось и не притуплялось. Поэтому ответственность надо нести в любом случае материальную в том числе, и заботиться надо не только в этот момент, когда там эмоции на пределе, но и потом. И вот сейчас, по прошествии этого времени... Я просто хотел задать, наверное, вопрос про детей, вот ваше отношение, вот когда вы с этими детьми говорите, что здесь вот вам кажется важное для этих детей, может быть, забыть, ну, то есть вот начать жизнь с чистого листа, вот, но как будто бы, ну, чтобы этой травмы не было, то есть они сейчас ещё в таком, кто был в маленьком возрасте, или важнее всё-таки сохранить эту память, и вот она как часть какой-то, ну, не знаю, вот жизни, которая была, ну, как память, которая, ну, всё-таки о их родителях, о семье. То есть вот какой вот, ну, в общении с детьми, вот, вы посчитаете правильную? Ну, видите, у нас, например, был совсем маленький ребёнок, да, там, где вот мама погибла, он грудничок был. Понятно, что, ну, в красках ему никто ничего рассказывать не будет, да, у него замечательный папа, у которого тоже сейчас семья есть, да, и там замечательная у него жена, которая заботится и помогла, слава Богу, что она вообще в жизни у него появилась, да, то есть один мужчина с двумя детьми, да ещё и когда новорождённый, очень тяжело, да, и работать надо, и двое детей, ну, это реально тяжело для мужчины, вот, ну, понятно, что ему никто там вот в красках всё это рассказывать не будет, да, скажут, да, что мама вот погибла в магазине, да, те, которые, конечно, уже были постарше, как бы мы не хотели, какие бы хорошие психологи не работали бы, да, да, ну, это невозможно стереться, да, я даже по своим детям смотрю и по себе, даже, ну, чувствую, да, когда говорят, что время лечит, нет, оно не лечит, оно помогает тебе просто идти рядом с этим горем, то есть вот ты живёшь, и ты знаешь, что у тебя, говорю, оно как-то внутрь туда подальше заходит, но оно не уходит, ты всё равно с этим живёшь, у детей то же самое, с этим ничего не сделаешь, да, и понятно, что объясняешь, что там жить, они понимают, что жить надо дальше, и всё, ну, всё равно, ну, они же ездят, цветочки кладут на могилку, ну, как, они же понимают, почему случилось это, и это останется на всю жизнь, мы это никуда не сотрём, мы никак. Вопрос, да, кстати, вот почему это случилось, вот всё-таки я знаю, что, ну, насколько, ну, для вас вот это принципиально, найти действительно вот, ну, людей конкретных, которые ответственны за это, то есть вот, ну, потому что этот вопрос, почему это случилось, он до сих пор как бы не обозначен, вот, чтобы было понятно, вот, да, вот совершена эта ошибка, эта ошибка, эта ошибка, и вот за этими ошибками стоят конкретные фамилии, которые люди, люди говорят, да, простите, я был виновен, я, скажем, посчитал, что будет, сойдёт и так, или там, ай, обойдётся, вот в этом. Ну, дело в том, что у нас там нету виновных, как мы начали, вот у нас сейчас происходит, да, вот в судах вот эти уже дебаты, да, когда та сторона на два дня вот этих читает, зачитывает, почему он не виновен, да, я так поняла, что там все, которые сидят, вообще никто не виновен, ну, просто я уже, знаете, у меня уже смех начинает браться, я говорю, ну, наверное, мы сами эту крышу построили, сами зашли, сами себе её на голову скинули, ну, так вот, там нет никого виновных, у них всюду подделаны подписи якобы, никто там ничего ни за что не отвечал и всё остальное, да, да, у меня, наверное, пошёл принцип, довольно жёсткий такой уже принцип пошёл, я хочу, чтобы сели те, которые вот реально виноваты, да, в ходе суда ещё появились те, которые, вот как вы сказали, кто-то там забыл, у нас там была одна женщина, которая с лупой сидела, да, и она даже не могла прочитать то, что у неё, она же сама там и чирикала, да, в этих документах, она не могла, и она потом говорит, да, я две ошибки сделал, перепутала очереди, ну, и забыла кому-то сказать, ну, так, и так она легко это говорит, я говорю, ничего так, что перепутав две очереди, ну, вот этого строительства, да, люди погибли-то, ну, я же не думала, что так будет, и она не сидит на скамейке, там ещё есть, который вот в ходе суда выяснилось, то есть я понимаю, что на следствие шло просто, вот, нас опросили, там кого-то опросили, и быстро отдали в прокуратуру, давайте, всё, и вот в ходе суда у нас начинают какие-то выясняться там отношения, да. Даже как вот, например, я всё борюсь за охранника старшего, который там работал, Игорь Виттлс, да, всё время, постоянно поднимаю эту тему, да, но прокуратура не видит, как его к этому делу привязать. В чём он винить? В чём он винить, да, вот у нас виновата Шуваева, да, я говорю, хорошо, что виновата Шуваева, ну Шуваева не телепат, она не может знать, что происходит в магазине, если старший охранник ей об этом не сообщает, то есть он должен был сообщить, ну, оригинальному директору, тот должен был ей сообщить, и она должна была принять какие-то меры, тогда бы да, если бы она не приняла бы, она бы была бы в этом ситуации, виновата. А здесь, получается, у нас охранник, блин, сам решает, когда выключить сигнализацию, сам решает, когда ему, вообще, по смене он должен быть, он куда-то уезжал вообще по делам каким-то, орёт сигнализацию, он оставляет какого-то помощника молодого, который вообще второй день на работе и не знает, что делать, то есть, ну, бардак полнейший, и он не виноват, он ещё получает статус, получает деньги. Статус какой? Ну, что он пострадал, да. Я продолжу свою мысль, которую я потеряла до этого, прошу прощения. Почему вы продолжаете это, Алёна? Вам, ну, вы сказали, что это вспоминая каждый день, и вы видите детей, и вы видите пострадавших, о котором, как вы говорите, тяжелее, чем вам, и вы в приоритете всегда, они у вас, вы каждый день с этим живёте и переживаете по новой. Почему вы продолжаете? Бороться. И в обществе, в частности, это настолько активно участвовать? Ну, знаете, наверное, как сказать, люди же разные бывают, да, кто-то вот, ему тяжело, например, говорить, да, у него не хватает вот этих сил, да, вот, всё это, потому что даже у нас в обществе тоже вот тоже есть, которые вот, ну, всё, они теряются, они не могут выложить вот то, чтобы они хотели. Я, наверное, немножко такой человек бойцовый, я всегда была с детства таким бойцом, да, и я всегда шла бороться всегда за правду, за людей, да, и, наверное, вот это вот больше, наверное, какая-то обида за тех, которые остались живы, эти, которых потеряли, вот обида за них, что наше государство, ну, их не видит. Знаете, когда мы хотели сделать этот день памятным в Латвии, да, начали все рассуждать, именно вот Кайменьш мне больше всего нравится, я не знаю, пусть он меня в суд там подаёт, да, и всё остальное, но я могу сказать вот как есть, я такую мразь первый раз вижу, да, я никогда не забуду, когда у нас делалась комиссия по залитуде в Сейме, как он выходил около Сейма, какой-то там народ стоял, камеры стояли, он орал, как он хочет стать председателем. Когда я вышла к нему же и сказала, на каком основании вы будете председателем, он говорит, я со всеми пострадавшими и потерпевшими общалась. Я говорю, хорошо, говорю, с кем вы общались? Он поворачивается и говорит, а вы кто? Я говорю, ну, с чего мы начнём? С кем вы общались? Чтобы с кем-то из пострадавших и потерпевших пообщаться, это сначала надо пообщаться со мной. И тогда я спрашиваю у потерпевших и пострадавших, будет ли этот человек общаться или нет. Я говорю, если вы меня не знаете, о чём мы говорим. То есть, понимаете, ну, человек вообще, ну, и когда он начинает вот это, то он в том году вроде бы согласен был, в этом году он не согласен. Слышите, ну, определитесь, он же не девочка. Что я буду, то я не буду. Знаете, ну, как, ну, как, мне иногда кажется, что он как чёрт с копытами и с хвостом бегает, да, и что-то орёт непонятно что. Да, и поэтому для меня был шок, потому что мы хотели вообще этот день памятный сделать, чтобы могли в этот день зажечь свечи все. У нас была и трагедия, когда на теплоходе, да, и Талса. Почему-то все забыли про Талсу, да, а там 9 детей погибло. Да, там не так много погибло, и слава богу. Пансионат в Реге в 2007 году, тоже 26 пожилых. Тот же, давайте вспомним, универмагцентрс, да, когда там, да, там один человек, но сколько было с травмами. Но это было у нас. Ну, почему вы все забыли про это? То есть вот именно вот, ну, вот, чтобы вспоминать именно вот то, что у нас происходило в Латвии, вот все вот эти трагедии. У нас люди тонут, блин, в речках, да, вот дети тонут. Тоже никому ничего не нужно. Поставили забор хилый. А, вот он там, где-то там ходит, где-то там это. Переезд, опять-таки, где ребенка раздавил поезд. Да. Просто потому что там не было специальных заграждений, чтобы он... Да, то есть никому ничего не нужно. Зато мы поднимаем себе зарплаты, мы думаем, как нам выжить, да. А то, что народ, ну, вымирает и вымирает. Кладбище же разрастается. Где вот у меня муж похоронены все остальные, да. Ну, вы видели, это был Дыраевское кладбище. Оно еще больше, там вырубаются леса, там больше и больше и больше становится. И если пройтись по могилам, вы увидите, там начинается с 40 до 55. То есть, ну, молодые, наш возраст. Ну, это ненормально. В этой студии на вашем месте сидел бывший министр обороны, на сегодняшний день депутат 13-го Сейма, господин Бергманес. И говорил он о плане гражданской обороны, который только сейчас созревает, спустя много-много лет. И в том числе он говорил для того, чтобы не повторилась максима. Там приводил в пример ту же Японию, где когда там какое-то малейшее колебание, все знают, что надо встать, в ряд пойти, куда пойти, что с собой взять. Все проинструктированы, все точно знают, у них есть инструкция. У нас этого нет. И в том числе он говорил о том, что, возможно, если бы раньше люди знали, как действовать, то было бы или меньше жертв, или можно было бы как-то предотвратить. Вы на сегодняшний день видите какую-то необходимость в том, чтобы инструктировать людей, давать инструкции, как действовать в такие моменты? Или надо вообще стараться предотвратить все возможные варианты для того, чтобы ничего не произошло? Но это, наверное, невозможно. Ну, давайте начнем с того, что вообще это должно быть в тандеме, да, то есть идти одновременно, да, и строительную систему. Как-то надо менять контроль и все остальное. У нас за это время ничего не изменилось. Как был бардак строительный, так и остался. Ничего не изменилось, да, как эти дома строили непонятно, так их и строят, да. То, что в Латвии у нас с архитекторами проблема очень большая. У нас нет нормальных архитекторов, да, то есть какие-то недоучки, да, или те, которые уже пора на пенсию, которые с лупой еле разглядывают, что они сами пишут, да. То есть у нас такой вот двойной. Наверное, надо, во-первых, какую-то систему поменять в нашей Латвии. И, конечно, да, я считаю, что, наверное, со школы надо уже обучать детей, да, чтобы уже вырастали и понимали, что есть определенные вещи, которые, вот, например, давка там, сигнализация звучит, как надо идти, чтобы не толпиться, чтобы никого не давить. То есть, да, это надо проходить, потому что я вспомню, те времена, когда я росла, ну, я еще росла, извините, при Советском Союзе, да, у нас были вот эти вот все военные. И в Тиле мы там стреляли, да, и с противогазами бегали по школе. Я не знаю, может, вы помните, помните, посреди урока противогаз и побежал куда-то, да. То есть нас обучали, мы знали, что это такое, как себя вести. Сейчас у нас этого не знают. Даже массовые скопления, вот, когда на салюте, да, был салют, это просто было, ну, слава Богу, обошлось, там говорили, просто это чудо, что обошлось без жертв, когда возникла давка, люди еще с велосипедами туда были, и там просто детскими колясками, там, да, это. Ну, одно дело – это обучение, другое дело – это отношения. И вот после трагедии, я помню, там даже у нас в здании какая-то сигнализация, все сразу встали, выбежали моментально. Спустя какое-то время, проходит пару лет, сигнализация звучит, ну, наверное, учебная, надо что-то там пошевелиться, ну, сейчас дела закончим, тогда пойдем. И как-то притупляется вот это ощущение опасности, да, или там, может быть, подрастает поколение, которое, ну, не помнит, может быть, не знает в красках этого. Что с этим делать? Ну, понимаете, мы же не ставим в свои мозги, да, у нас люди как бы… Я сама сталкивалась, да, с тем, что, например, там спицы один раз сигнализация звучала, да. То есть я выхожу, остальные… Единственное, судя по всему. Ну, я считаю, что, наверное, не хочу желать такого, да, но, наверное, до некоторых… Есть, которые сразу выходят, которые соображают, что даже если учебный, но я лучше выйду, потому что мне жизнь дороже, а вдруг это не учебное, да. А те, которые это, ну, наверное, жизнь такая штука, что один раз научит их. То есть я не хочу плохого там ничего желать, но если по-другому человек не понимает, то, ну, вот как-то вот такое происходит, да. Вы нам в интервью пару лет назад говорили, что у вас остаётся это тревожное чувство, что вы заходите в магазин, сразу осматриваете потолки, где дополнительные выходы. Слышите, я вчера была с сыном на мойке автоматической. Я никогда в жизни так, наверное, не орала. В последний раз я орала так в максиме, наверное. Когда эти щётки пошли, я орала, выпусти меня. Он говорит, я не могу, он говорит, щётки идут, они моют. А у меня просто истерика, они идут вот так вот сверху. Я думаю, ну всё. Понимаете, у меня вот всё, у меня начинается паника, я вот до сих пор, я боюсь. То есть я не могу зайти в помещение, как очень маленькое, да, мне кажется, что там... Я ездила когда на магнитный резонанс, я просто для меня это было, ну я не знаю, какой-то ад. Испытание. Такое испытание было. Я там считала каждую секунду, когда меня оттуда из этого выкатят, да, потому что ну очень страшно было. Вы общаетесь с другими пострадавшими и вот с теми, вот дети, например, да, те же самые, которые потеряли родителей в этой трагедии, для них осталось? Или вот по своим детям вы можете судить, может быть, вы им передаёте, да, эту такую тревожность некоторую? Они как-то воспринимают, у них осталось, что надо внимательно посмотреть, надо быть осторожными? Или тоже они как-то переживают? Нет, дети у меня знают, да, и такое у меня вот совершенно недавно в школе такая беда произошла, да, когда мы давка была, да, это мой ребёнок пострадал, да, нам везёт в этом плане, да, ну слава Богу, там всё поняли, там приняли меры, да, и детям начали объяснять, что и как себя вести, да, потому что у меня дети знают, и сын, и дочка, я им объясняла, на своём примере рассказывала, и, например, у меня сын не ездит на вот все вот эти, он просто, не дочь, не они стараются там, где толпа, не бывать, на салют он говорит, я и по телевизору посмотрю, чай возьму, сяду спокойно посмотрю, ну вот как-то вот они вот боятся тоже вот этой толпы, да. А как часто всё-таки вот эти встречи происходят, как часто общение, то есть это по какой-то необходимости или есть, ну какой-то, я не знаю, там период, что надо обязательно раз в неделю. С страдавшими? Да, 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 я имею в виду, что. Ой, ну у нас разные бывают, у нас бывают и поводы, и дни рождения, там ещё что-то, то есть у нас, я объясню, у нас уже это стала как бы такая большая-большая семья, да, когда похороны, понятно, что это для нас, для всех горе, потому что не хочется терять, а у нас уже 8 человек не дождались окончания суда, да, вот. А так нет, мы, ну, собрание это собрание, да, а так как-то мы... Повода не ищите. Во-первых, мы в одном районе живём, да, мы всё равно, как у меня дети смеются, говорят, мама пошла в магазин за хлебом. Одного встретила, ля-ля-ля, второго встретила, мамы два часа нету. Смотрим, стоит, разговаривает. Но главное сообщить, что у мамы всё в порядке, мама просто заговорила. Да, 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 поэтому как-то у нас общения нет. У нас, я говорю, у нас и дети в школе в одной учатся, да, и как-то у нас вот... Сплочённо. Да. У нас совсем мало времени остаётся. По поводу суда хотелось бы поговорить. 14 сентября было приостановлено вот это расписание заседаний. Сейчас на следующей неделе, насколько я знаю, 26 ноября возобновится. Вновь в зале суда вы окажетесь. И возможно, что после, ну, вот этой даты, освежив уже эти эмоции для людей и для общества, чего вы ждёте, с каким настроением? Ну, знаете, я уже, наверное, молиться начинаю, чтобы наши судьи были здоровые. Я уже беспокоюсь за их здоровье. Что-то они часто у нас болеют. Уже 4 года болеют, всё болеют, болеют, выздороветь не могут. А деньги-то идут, зарплаты. С налогов-то наших, да. Ну, надеюсь, что они всё-таки нас услышат и поменяют, да. Когда мне говорят, тебе не жалко, что там всё-таки судья болеет и всё остальное. Я говорю, знаете, за 4 года я, наверное, настолько чёрстым человеком уже стала и холодным, что мне нет. Если болеешь, тогда не ходи на работу. Сиди дома и замените другого судью. Тем более там сидеть судья, которая все эти года была на этих всех заседаниях. Она всё знает, ей не надо заново ничего изучать и всё остальное. Она там всё время присутствовала. Ну, тянуть вот это безобразие, ну, это только первая инстанция. Представьте, будет вторая инстанция. Это же что, у меня уже там внуки? Ну, да. Все женятся и замуж повыходят. А мы всё судимся? У нас же там уже большая часть умрёт. Насколько пожилых людей. А мы всё вот чего-то там это. Поэтому я считаю, что некорректно себя судьи ведут, конечно, да, и мне не нравится это, и они знают моё мнение, да. Министр мустиции, вам удалось ли поговорить? Нет, 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 ему же некогда. Он же занят. Никак общество не обращало? Нет, нет, человеку некогда. Он занят, думает, как жить, чтобы с хлеба на воду не жить. Да, всё-таки. Но спустить на тормозах, вот это всё, сказать, что да, так случилось, извините, вы не допустите? Нет, нет. Знаете, я раньше говорила, и сейчас, и я сказала, пока я буду жива, я буду бороться. Спасибо. На этом пора нам прощаться. Член общества потерпевших, погибших в Золиту до 21.11, а также потерпевшая при обрушении крыши магазина «Максимов Золиту» Алёна Бурова-Желудкова была у нас в эфире. Мы продолжим с коротким обзором прессы, потом реклама новости, и будем говорить, принимать ваши звонки и сообщения, продолжим говорить об этой трагедии, вспоминать и думать, как произошло что-то, изменилось ли у нас в головах и в обществе что-то. Спасибо вам, Алёна. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.